Этого ждали, но надеялись, что все же не случится. Поселок Новомихайловка теперь официально в седьмой санитарной зоне аэропорта. Земля и недвижимость попала под ограничения строительства и продажи. Седьмая санитарная зона охватывает практически весь поселок. Ее граница проходит параллельно этой улице. Другими словами, эти дома попадают под ограничения, а эти уже нет. Ограничения по оформлению права собственности накладываются только на дома, зарегистрированные после 2017-го. Более подробно узнать правила, которые теперь придется учитывать, жителям не удается. С сегодняшнего дня, с момента вступления ограничений в силу, строительство в нашем поселке будет запрещено. Остальные вопросы, касаемые недвижимости, регистрации сделок с недвижимостью, регистрации по месту жительства, то есть на эти вопросы в архитектуре нам не дали. Мы уже больше года ходим по инстанциям, сейчас нам приходят отписки. Это не наша зона ответственности, это зона ответственности следующего ведомства, а следующее ведомство говорит, что это зона ответственности другого ведомства, и так вот по кругу. Многие построили такие огромные дома. Ну что-то изменяется в жизни, куда-то надо ехать, и как это не продавать. Я очень-очень против этого. Это ужасно для молодых, да и для нас как-то неприятно. Жить с таким чувством, что это потом все. Специалисты говорят, ограничения касаются именно строительства, чтобы поселок не рос вверх, а распоряжаться недвижимостью можно, в том числе и продавать. Эксперты объясняют, кадастровая стоимость жилья не зависит от санитарного статуса земли, но рыночная может измениться из-за информационного фона. Если человек об этом знает или сказал другому человеку, какие-то там продавец-покупатель друг друга уведомил, то это накладывает только один момент. Ну как цена? То есть цена – это формирование рынка, спроса. Если человеку хочется там жить, он может жить и пользоваться тем объектом, который присутствует в данном виде. Поэтому на этой части я считаю, что цена вряд ли как-то повлияет. Но, возможно, волноваться не стоит. Ведь сегодня в мэрии подписали постановление об изменении в генплане Барнаула. Аэропорту, в чью санитарную зону и попала Новомихайловка, добавят 50 гектаров земли. И уже идет речь о строительстве новой полосы взамен старой. А это может изменить границы седьмой зоны в пользу жителей. Когда будет построена новая полоса, делается этот проект обязательно с исполнением санитарно-защитных планов. То есть не так, чтобы часть какого-то поселения городского попала в эту зону, потому что это тогда связано же с колоссальными затратами. Жителям остается надеяться, что землю выделят. Потом выделят деньги и в ближайшие годы начнется строительство новой полосы. А пока стоит запастись терпением, что их недвижимость действительно станет недвижимой и невостребованной. Никита Ромаков, Алексей Фризин. День с толком.